Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третью главу второго послания апостола Павла Коринфянам. Эта глава представляет собой похвальное слово «апостольству» и «апостольскому служению». Она написана по законам этого литературного жанра «похвальное слово» для того, чтобы убедить читателя в том, что без этого апостольства невозможна вечная жизнь. Но вместе с тем это похвальное слово было написано по очень скорбным причинам и обстоятельствам. Дело в том, что среди Коринфян появились люди, которые решили потребовать у апостола Павла служебное удостоверение, некое рекомендательное письмо, которое бы подтверждало его апостольское достоинство. И надо сказать, что это было большим оскорблением для апостола Павла, и поэтому эти слова он пишет, превозмогая великую боль, скорбь. И при этом все, что он пишет в этой главе, преисполнено любви и нежности к Коринфянам. «Должны ли мы, впрочем, снова представляться вам? Нужно ли нам снова с вами знакомиться? И нужны ли нам, как некоторым, какие-то рекомендательные письма к вам или от вас? Такое письмо для нас вы сами». Итак, апостол Павел здесь упоминает людей, которые посеяли конфликт внутри общины, и задает этот вопрос, нужны ли нам письма, если мы и так уже знакомы с вами. И ответ, который он дает, совершенно парадоксальный. Он говорит, что если и есть какое-то рекомендательное письмо, то это прежде всего вы сами обратитесь к себе, и вы увидите рекомендательное письмо. «Оно написано в сердцах наших и легко узнается и читается всеми. И ясно, что вы – письмо Христово, которое в служении нашем писали мы не чернилами, но духом Бога Живого, и не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца человеческого». Мысль апостола Павла возвращается к книге Исхода, к тому моменту, когда Моисей спускается с горы Синай и держит в руках скрижали Завета. И эти скрижали содержали в себе письмена, выгравированные, выбитые на камне рукой Бога. Поэтому скрижали Завета были своего рода рекомендательным письмом Бога о том, что слово, которое передает Моисей, действительно исходит от него. И поэтому апостол Павел, вспоминая этот образ, говорит точно так же, сейчас в Новом Завете Бог пишет уже не на каменных скрижалях Завета, этими скрижалями становятся ваши сердца, и материал, которым пишет Бог – это Дух Божий, Дух Святой. И поэтому вы и являетесь моим лучшим рекомендательным письмом. То есть не вы должны требовать от меня рекомендательные письма, потому что я ваш Отец, я вас породил в воскресении Иисуса Христа через веру. И поэтому скорее вы являетесь моим рекомендательным письмом, когда апостол Павел на Иерусалимском соборе говорит о своей миссии, и Коринфине является блестящим образцом и вершиной его апостольского служения. И это решающий довод того, что действительно он апостол от Бога, и его служение Господь увенчал успехом. Поэтому вы и есть то живое письмо, которое выдают не другие люди, но выдает сам Бог, Христос, в знак подтверждения моего апостольского служения. Здесь апостол Павел говорит слова, ставшие крылатым выражением, буква убивает, дух животворит. И очень важно понимать, что дух животворит после того, как буква уже убила. То есть здесь в каком-то смысле противопоставляется ветхозаветный закон и благодать Нового Завета. Но в действительности это не просто какое-то дуалистическое противопоставление, для того чтобы сказать, что ветхое обветшало. Нет, ветхое древнее, оно остается вечным. И Новый Завет невозможен без Ветхого Завета, но он являет его истину. И вершиной всего является благодать Нового Завета. Поэтому речь идет о Духе Божьем, который животворит через Новый Завет, то, что буква ветхозаветного закона убивала. И что такое апостол? Апостол – это служитель Нового Завета. И поскольку он служит не самому себе, он не просто проповедник, который зарабатывает себе на жизнь, продавая какие-то идеи или оказывая религиозные услуги, он служит перед Богом и от имени Бога. И поэтому здесь вопрос о рекомендательных письмах вообще не имеет никакого смысла. Могут ли апостолы друг к другу выдавать рекомендательные письма или характеристики, если самым лучшим гарантом и поручителем их является их служение, посвященное всецело Богу? И если смертоносное служение с его высеченными на камнях буквами являло себя в такой ослепительной славе, что не могли израильтяне смотреть на лицо Моисея из-за сияния той славы, хотя и угасавшей, то не в большей ли славе должно совершаться служение Духа? Здесь апостол Павел продолжает эту тему сопоставления Ветхого и Нового Завета, служения Моисея и своего апостольского служения, которое в действительности является служением Иисуса Христа, служением Нового Завета. И на память приходит эпизод, когда Бог мог говорить с Моисеем, как друг говорит с другом, лицом к лицу, но для того, чтобы увидеть славу Божию, Бог помещает Моисея в ущелье скалы, и Моисей увидит славу Божию лишь со спины. И вопрос о славе оборачивается невероятным парадоксом. Человек не может видеть славу Божию, не может видеть лицо Бога и не умереть. Это остается неприкасаемым законом. Но когда Моисей спустился с горы Синай, слава Божия запечатлелась на его лице. Его лицо стало сияющим настолько, что израильтяне попросили его носить покрывало. Настолько нестерпимым было для них сияние этой божественной славы. И поэтому здесь апостол Павел вспоминает это сияние лица Моисея, которое отражало на себе сияние божественной славы, с еще более ослепительным и невероятным служением Нового Завета. Смертоносное служение, служение к смерти. Здесь продолжение темы того, как буква убивает. В действительности закон не является каким-то окончательным откровением. Окончательное откровение будет явлено в воскресении Христа. Но закон необходим. Это станет затем темой послания к римлянам об оправдании законом и зачем нужен закон. Точно так же, как если вы играете в какую-то спортивную игру, совершенно необходимы правила этой игры. Потому что если нет правил, то играть невозможно. Но если вы сидите на скамье запасных и при этом исполняете все правила игры, понятно, что это не имеет никакого смысла, поскольку вы не участвуете ни в чем. Точно так же и здесь. Закон сам по себе – это лишь какие-то правила игры, которые предписывают определенные модели поведения. Но сам по себе закон остается бесплодным, если вы не идете навстречу к Богу. Итак, если в сиянии славы свершилось служение, которое вело к обвинению, то не больше ли изобилует славы служение, ведущее к праведности? Опять же, здесь с новой стороны противопоставляется Ветхий Новый Завет. Закон обвиняет, поскольку закон обличает грех и обнаруживает, что было греховным и смертным. Служение Нового Завета ведет к оправданию, к освящению, ведет к праведности. И все это говорится не для того, чтобы принизить значение Моисея и Ветхого Завета, но для того, чтобы заставить читателя представить все великолепие и невообразимую славу Нового Завета. Так что прежде прославленное ныне осталось без славы, из-за славы, безмерно ее превзошедшей. Слава Нового Завета бесконечно превосходит все, что было даровано Моисею и все, что ветхозаветный человек мог себе представить. И дальше будет очень важная тема величия Нового Завета, и что слава в Новом Завете — это прежде всего новый человек. Как говорит Ирине Леонский, слава Божия — это человек, возносящий хвалу Бога. Таким образом, слава Нового Завета — это новый человек. Ибо хотя и приходящее было в славе, насколько же больше слава того, чему быть вечно. С такой надеждой мы и действуем смело и открыто. «Ни как Моисей, который скрывал от взоров израильтян лицо свое под покрывалом, им не следовало видеть конец славы исчезавшей. Но мысль их закоснела. Так что и по сей день это покрывало остается у них при чтении Ветхого Завета неснятым, снимается же оно там, где Христос». Здесь, опять же, мысль апостола Павла возвращается к прошлому и к будущему. Когда Моисей спустился с горы Синаи, он должен был носить это покрывало. Но постепенно эта слава оскудевала и сияние угасало. И поэтому покрывало, которое сначала защищало израильтян от ослепительного блеска, затем превратилось в покрывало, которое позволяло скрыть эту угасающую славу. Но когда Моисей входил в скинью Завета, он, наоборот, это покрывало снимал. И другой важный элемент иудейской молитвы, каждый раз, когда иудей склоняется на молитву, он покрывает свою голову специальным платком. Он под покрывалом в знак того воспоминания, как Моисей входил в скинью Завета. И до сих пор, когда читают они Моисея, лежит покрывало на их сердцах. Таким образом, это покрывало становится какой-то пеленой, которая заслоняет сияние славы. Оно мешает людям Ветхого Завета увидеть и принять воскрешего Христа. Снимается оно всякий раз, как только обратится к то Господу. И здесь замечательная игра слов, потому что в еврейском языке слово «повернуться», «обратиться» и слово «покаяться» — это одно и то же слово. Поэтому здесь всякий раз, когда человек покаяется, обратится в веру, примет воскрешего Христа, в этот момент это покрывало исчезает, снимается. «Ведь Господь наш есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И все мы, каждый с открытым лицом, отражая, как зеркало славу Господа, сами преображаемся в образ Его». Таким образом, мы видим тот же самый образ, о котором я уже сказал, Ирине Леонский говорит «Слава Божия есть человек, возносящий хвалу Бога, человек воскресший». Таким образом, сияние божественной славы отражается на лицах верующих. С другой стороны, речь идет о свободе, о дерзновении, вот этой свободе предстать пред Богом без покрывала, смотреть Богу глаза в глаза, лицо в лицо. Потому что там, где Дух Господень, там и есть эта сыновняя свобода. Точно так же, как сын говорит с отцом, так же и всякий верующий отныне может говорить с Богом в свободе сыновства. «От славы к славе ведет нас Господь, Который есть Дух». Этот образ «от славы к славе» или «от славы к славу» повторяет образ «от жизни к жизни, по возрастающей» происходит это откровение и познание божественной жизни. И здесь мы видим, что апостол Павел слово «Господь» как исключение применяет к Святому Духу. Обычно, когда он употребляет слово «Господь», то это воскресший Христос. Но здесь мы видим откровение Святого Духа, который и есть Дух славы, Дух божественного сыновства всех, кто принимает воскресшего Христа и через него получает это усыновление Отцу Небесному. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!